Здравствуйте, товарищи зрители! Сегодня опять видео про цинк, уже третье мое видео. Приходится. Люди просто недооценивают его значимость и опасность его дефицита. Лучше предупредить болезни, чем лечить, и потому слушайте внимательно. В основной своей массе люди не осознают, что из продуктов питания в наши дни цинк в норме не получить, так как и почвы им бедны, на которых выращиваются те или иные продукты, которые теоретически должны содержать цинк, и люди не едят те продукты, которые содержат цинк, или едят, но только в вареном виде, а тогда цинк разрушается. А между тем цинк входит в состав сотен ферментов, антиоксидантов и иных веществ. Его очень много в мышцах, он важен для тонуса мышц и силы. А дефицит цинка – это очень опасное состояние. Это и дефицит энергии, это и плохое заживление ран, кстати, это очень яркий характерный признак дефицита цинка в организме. Возникают и долго не проходят язвочки во рту, пролежни, которые не заживают. Это дефицит цинка, язвы внутри организма, различные язвы желудка, кишечника. Это и половые проблемы у мужчин, связанные с тестостероном и воспалениями простаты. Цинк поднимает тестостерон и защищает простату от воспалений. Это и слабость иммунитета, потому что происходит ослабление тимуса при дефиците цинка. При дефиците цинка также повышается кортизол, и его концентрация долго в крови не снижается. А ведь гормон стресса кортизола разрушает иммунную систему, поднимает сахар, стресс убивает, это верно. А цинк уменьшает кортизол, снимает стресс, уменьшает последствия. Цинк нормализует баланс гормонов, в том числе и эстрогена, что, к примеру, после менопаузы просто жизненно необходимо всем женщинам. Потребление цинка устраняет прыщи, как следствие устранения воспалений в организме. А выпадение волос цинк уменьшает однозначно. Причин выпадения волос, конечно, несколько. Но при дефиците цинка всегда есть проблемы с волосами. Сильнее всего и часто от дефицита цинка страдает поджелудочная железа. А зловонный стул зависит, конечно, в первую очередь от питания. И характерен для тех, кто ест мясо, потому что это гниение и причина такого запаха. Но и от дефицита цинка тоже. И потому любая диарея, расстройство кишечника – это дефицит цинка. А одышка при нагрузке – это не только атеросклероз, к примеру, и дефицит кислорода в тканях, но и дефицит цинка. Воспаление кишечника – это часто дефицит цинка. А злаки, крупы имеют фитиновую кислоту в своем составе. А она всегда вызывает дефицит цинка. Значит, кто ест каши, злаки, хлеб, все, что сделано из зерен, вот этим людям всем необходимо принимать дополнительно цинк. Стрессы, диабет, бессонница, алкоголь, инфекции – все это вызывает дефицит цинка. Большой расход цинка и потому дефицит. В период болезни, эпидемии, простуд необходимо принимать цинк гораздо в больших концентрациях, чем рекомендации на упаковках или рекомендации диетологов. В продуктах питания некоторых цинк, конечно, есть. Но, во-первых, мало где в наши дни, к примеру, тот же минерал сирен – очень важный и сильный антиоксидант, а его больше всего в бразильских орехах. Так вот, проводились эксперименты. В одних орехах с одной плантации и в других с другой его концентрации может быть в 20-40 и более раз меньше или больше. И это зависит от почв, на которых произрастает тот или иной продукт. Но это первая проблема. А вторая – из-за варки, жарки цинк теряет свои свойства, разрушается. И потому в наши дни из пищи норму цинка не получить нереально. Кстати, подробно о продуктах по содержанию цинка в них и о нормах потребления цинка я подробно рассказывал в моем прошлом видео о цинке. Вот в этом. Ссылку на это видео я вам оставлю под этим видео. Посмотрите непременно, как я закончу эту лекцию. Дослушайте до конца ее. Кстати, ссылку на препарат «Липосомальный цинк» я тоже вам оставлю. Это лучший вариант, лучшая форма усвоения цинка. Почему? А вот послушайте небольшой отрывок, очень важный, про липосомальную форму донесения витаминов и минералов до каждой клетки организма. Слушайте внимательно. Вы, конечно, слышали из моих лекций, в том числе, что такое хилатная форма, скажем, того или иного минерала, да? Но, оказывается, есть форма более биодоступная. И вот в чем тут суть. Каждая живая клетка окружена защитной мембраной, которая обеспечивает необходимый, ну, скажем так, микроклимат и играет активную роль в поддержании ее жизнедеятельности. Эта защитная мембрана еще контролирует потоки веществ в клетку и из нее в межклеточное пространство. Клеточная мембрана – это сложная, высокоорганизованная двухмерная система, состоящая главным образом из липидов и белков. А структурную основу мембраны составляет двойной слой липидов, в котором погружены белки. Липосома – это некая полая сферическая наночастица, внутри которой заложены активные вещества. В данном случае цинк. Но, сразу скажу, есть еще в этой линейке уникальных препаратов и другие вещества, легко и в полной мере доносимые, и на 100% усваиваемые клеткой. Например, цинк с витамином С, коэнзим Q10, уникальный антиоксидант астексантин, витамин D3 и витамин К2. Линейка обязательно будет расширяться. Посмотрите этот раздел, ссылку на него я оставлю вам под этим видео. Липосомы работают как нанокапсулы, которые защищают витамины от разрушения на всех этапах пищеварения. Главным образом в желудке, а далее в кишечнике. И вот они доставляют это любое активное вещество прямо в клетку для моментального всасывания там. А оболочка липосомы полностью идентична мембране клеток человека. И состоит она из фосфолипидов, а это 100% натуральные компоненты, благодаря чему исключается токсическая нагрузка и на печень, и на почки. Более того, дорогие друзья, положительный процесс еще один есть здесь. Фосфолипиды из липосом встраиваются в поврежденную свободными радикалами структуру клетки, восстанавливая ее защитные функции. То есть и сами эти нанооболочки очень полезны. Фосфолипиды. Приобрести липосомальный цинк, причем с витамином С, тоже в липосомальной форме, вы можете пройдя по ссылке под этим видео. В самом верху первой ссылкой будет словосочетание липосомальная форма цинка и ссылка. Переходите по этой ссылке, и вы сможете приобрести и получить в любом городе России, в любой стране мира, именно этот уникальный, на 100% усваиваемый цинк. Ну что ж, дорогие друзья, подведем итог. Помимо всего того, что я сказал, и подчеркивая некоторые особенности, скажу напоследок, что цинк улучшает качество кожи, улучшает зрение, очищает сосуды от холестериновых бляшек, улучшает память, снижает повышенный сахар. Здесь очень важен еще минерал хром, но и цинк. Цинк участвует в синтезе коллагена, потому, кто хочет здоровую кожу, не обойтись без цинка. И еще очень характерный, скажу я вам, пример дефицита цинка, это когда вы видите на ногтях белые точки. Это гарантированный и четкий показатель дефицита цинка, но в крайней форме, в крайней. И помните, что цинк укрепляет волосы, ногти и любую соединительную ткань нашего организма. Вот как он важен. Принимайте цинк в липосомальной форме. Приобрести такие уникальные минералы и витамины в липосомальной форме вы можете только у меня на сайте nadgard.ru. Ссылка будет дана прямо под этим видео. И еще два совета. Посмотрите обязательно лекции с профессором Исаевым. Ссылку на этот плейлист я тоже вам под этим видео оставлю. И также помните про важнейший минерал селен. И есть продукт от профессора Исаева, который содержит в себе несколько мощнейших антиоксидантов, в том числе селен. А также омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, самые главные из которых ЭПК и ДГК. И вот все это в одном продукте, так называемый препарат Исаева, латтл с селеном. Знайте, что мы отправляем все наши товары в любые города России и страны мира. От Грузии и Казахстана до США и Германии. Ну и конечно, как всегда, я желаю всем хорошим, честным, порядочным людям крепкого здоровья, здравомыслия. Жду ваши комментарии, предложения и вопросы под видео в чате. До новых встреч!